скромность украшает человека я последняя буква в алфавите здравствуйте вы на канале романа фада и сегодня я хочу поговорить на тему такого человеческого качества как скромность действительно ли наша скромность настолько сильно меняет нашу жизнь лучшую сторону настолько сильно дает массу каких-то положительных моментов и действительно ли скромный человек может быть счастливым да без словно он может быть счастливым но когда он опять же скромен в меру вы знаете скромность человеческая она тоже бывает разное а бывает скромность которая как бы вселяется временами даже отчасти я бы сказал вдалбливается во время воспитания в человеку его сознание когда как я вначале уже говорил с раннего детства человек воспитывается ребенок воспитывается в постоянном понимании того что не нужно себя никак проявлять нужно молчать нужно постоянно соблюдать определенную вот эту скромность то как раз о чем я говорю не нужно проявлять какое-то собственное мнение не нужно спорить со старшими и так далее так далее а ведь очень часто так бывает многие из нас вспомнят что вот с детства бывали такие моменты когда допустим да и сейчас это можно наблюдать когда ну все таки я приведу пример на нашем непосредственно детстве когда играешь с какой-то игрушкой эту игрушку недавно купили ты еще сам не наигрался подходит какая-то там капризная девочка я не знаю толстый мальчик там или кто-то еще не сбалованный мальчик ко всему прочему и горе что вот дай мне эту игрушку я хочу часто еще может быть на такое что этот мальчик еще и лопаткой может по голове треснуть как говорится и дальше голос мамы со словами того что вот нужно делиться да и поиграть тебе жалко и так далее так далее да казалось бы это все хорошо это все в рамках приличия мы вежливые люди но тем самым мы опять же собственных детях в нас в свое время это опять же принижали это наше желание что-либо просить наше желание чем-либо обладать и в дальнейшем это очень сильно начинает опять же уже отзеркаливаться в нашей взрослой жизни и друзья мои для себя я в какой-то момент привел понимание вообще вот самого этого понятия скромность скромность это если мы берем опять же гипертрофированную форму скромности которая проявляется во многих людях это неумение сказать нет и неумение сказать да то есть когда человек боится кому-либо перечить и ему кажется что о нем что-то не то скажет не так посмотрит не так подумают подумают что он не воспитанный и его окружение это возможно сознательно возможно не сознательно понимает и человека просто начинают использовать то есть и в какой-то момент при всей вот этой внутренней скромности человек добивается на той ситуации что его просто начинают считать за пустое место он не может озвучить какие-то собственные мысли он не может сформулировать что ему нужно потому что он опять же воспитывался в тех условиях когда ему все время говорил говорили что сначала нужно подумать о всех остальных а потом только себе знаете возможно для кого-то эта фраза будет звучать цинично но это действительно то правило которое работает и которое по возможности как я считаю нужно соблюдать в противном случае ничего хорошего от жизни ждать не приходится а правило звучит следующим образом сначала мы помогаем себе а лишь потом всем остальным потому что вселенная высшие силы дали эту жизнь непосредственно нам и они давали эту жизнь понятно что маму с папой опять же мы тоже отрицать не будем ни в коем случае я взрослый человек и все прекрасно понимаю как выглядит в реальной жизни понятно что через маму и папу все равно вселенной высшие силы дали нам жизнь и они рассчитывали слышать от нас непосредственно наше желание так вот почему друзья мои я сегодня начал как раз разговор мой монолог на тему скромности потому что скромность с точки зрения эзотерики мешает привлечению каких-то жизненных благ нашу жизнь а все те кто сейчас меня смотрят каждый в той или иной мере хочет быть богатым успешным а он хочет достигнуть каких-то высот а теперь а друзья мои давайте как раз проверим себя на скромность вот представьте ситуацию что одномоментно вы стали супер успешны и супер богаты ну давайте просто представим такую теоретическую ситуацию и поставим вас в центр вашего окружения вот начинается какой-то праздник не знаю новый год чье-то день рождения еще какое-то мероприятие и вы появляетесь на этом мероприятии в новом обличье вы успешный человек умеющий и имеющий очень много а теперь давайте проанализируем те эмоции которые у вас вызывает эта ситуация с очень большую вероятностью да я не зарекаюсь но опять же из опыта из практики я могу сказать что если на данный момент человек не имеет определенных таких высот финансовых и вот вдруг он попал в такую ситуацию с очень большой вероятностью вы будете испытывать чувство вины чувство вины чувство стыда то есть да вот сейчас просто представьте вот эту ситуацию даже исключительно в теории представляя эту ситуацию вы вот с очень большой вероятностью скорее всего чувствуете на себе ну не очень такое хорошее ощущение знаете как мурашки по коже но вот когда нам некомфортно когда нам неуютно когда нам кажется что мы выбиваемся из общей массы мы выбиваемся из общей массы на нас все смотрят нас всех осуждают обсуждают ну и так далее так далее что в итоге происходит вот в практике я очень много раз задавал этот вопрос тем людям у которых возникают те или иные финансовые проблемы бывают проблемы такие когда люди взлетели по карьерной по финансовой лестнице и в какой-то момент очень быстро это все потеряли почему это произошло потому что в какой-то момент на подсознательном уровне человек заблокировал себе дальнейшие поступления то что он выбился из общей массы в нем вызвало такой внутренний подсознательный дискомфорт что его подсознание тут же сработало на как бы занижение его вот уровня финансового жизненного и всего остального и ему сказала все мы больше не будем выделяться потому что нам некомфортно нам неуютно мы боимся осуждения и так далее поэтому вот эта скромность друзья мои она в подобных случаях несет лишь разрушающую функцию очень часто мы пытаемся сказать про себя в какой-то вот положительной форме я не говорю о опять же таком супер эгоизм гипертрофированном когда человек ничего не видит в этой жизни кроме себя когда для него существует лишь он любимый это тоже уже перебор но заявить что я молодец что я этого достиг что я этого смог нужно уметь сделать потому что в этот момент вы проявляете самоуважение и любовь к себе и в нашей жизни опять же работает закон сам себя не ценишь никто тебя не ценит и в следующий раз когда вы задумываетесь на тему того как себя проявить просто проанализируйте возможно если вы начнете с кем-то коммуницировать начнете о себе что-то рассказывать именно в той форме что вы действительно сделали именно в той форме что чему вы за жизнь научились что вы знаете что вы умеете возможно вас и будут больше ценить по причине того что вы не будете бояться об этом рассказывать вы будете воспринимать вот все свои прошлые заслуги как данность и умение ценить а уже покоренные вершины она приводит к тому что жизнь нам предоставляет в хорошем смысле опять же этого слова новые вершины которые мы с легкостью можем покорить и достигнуть новых высот новых впечатлений и новых тех или иных если так можно сказать жизненных удач а напоследок я могу сказать что я звучу исключительно свое мнение и не пытаюсь вам его навязать прислушиваться или нет это личное дело каждого но в следующий раз когда ребенок ваш пытается так или иначе себя проявить когда он к примеру стал участвует каких-то косплеях что сейчас очень модно в современном мире не нужно сидеть и думать что скажут соседи не нужно сидеть и думать как посмотрят прохожие потому что тем самым а вы лишаете возможности вашего ребенка так или иначе самореализовываться так или иначе понимать чего он хочет так или иначе озвучивать свои желания и просьбы в пространство во вселенную нашему окружению это очень важно еще раз хочу повторить очень важно уметь в этой жизни говорить как да также очень важно в этой жизни уметь говорить нет поэтому подумайте над этим а напоследок я вам дам одно такое упражнение которое я сам времени временами для проверки делаю и она на самом деле банальное если вы стоите в какой-то очереди и вдруг подошел ваш черед и по какой-то причине именно на вас эта очередь задерживается постарайтесь именно вот почувствуйте эмоции которые у вас вызывает вот эта ситуация если вам становится стыдно вам становится неудобно заметьте ваши вины в этом нет никакой то есть по какой-то причине там кассир либо какой-то работник вот замедлился но если вам неудобно стыдно но и вообще у вас вызывая вся эта ситуация вызывает чувство вины значит у вас чрезмерный уровень скромности а соответственно если у вас чрезмерный уровень скромности вы не озвучиваете исключительно по причине вот этой как раз внутренней скромности не озвучиваете пространство собственные желания вы всегда ставите себя на последнее место и в этот момент ни к чему опять же размышление на тему того почему вашей жизни ничего не проявляется поэтому научитесь опросить у вселенной научитесь а уважать любить и ценить себя и окружающего вас пространство тоже вас полюбит а если хотите открыть дорогу к личной жизни финансам удачи и здоровью то переходите по ссылке в описании в канал где даю много результативных и действенных практик на все сферы жизни ссылка в описании к видео желаю вам удачи с вами был роман фат друзья еще больше полезных и интересных материалов действенных ритуалов на любовь деньги и успех вы найдете в моем телеграм-канале переходите по ссылке в описании к видео применяйте на практике ритуалы и вы увидите как ваша жизнь начнет меняться